Я вас приветствую в студии Евгения Агаркова. Мы продолжаем с вами тему выборов. По состоянию на 16 часов явка избирателей на внеочередных парламентских выборах превысила 33%. В Центр избиркоме заявляют системных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты, не зафиксировано. При этом полиция открыла 21 уголовное дело из-за нарушения в день голосования. Подробнее о дне волеизъявлений я поговорю с аналитиком гражданской сети опора. Александр Неберикут у нас в гостях. Александр, приветствую вас. Здравствуйте. Итак, давайте пробежимся по явке. Как я уже сказал, это чуть более чем 33% по состоянию на 16 часов. Но я бы хотел сравнить это с предыдущими выборами. Для примера, на парламентских выборах явка по состоянию на 16 часов была 45%. А если вспомнить парламентские выборы в 2014 году, то по состоянию на 16 часов явка была 40%. Как вы вообще вот эти результаты явки расцениваете в вашей гражданской сети? Я считаю, что это неплохая явка. Даже если сравнивать и с президентскими, и с парламентскими, нужно понимать, что президентские навсегда больше явка, нежели на парламентских выборах. Это во-первых. А во-вторых, парламентские выборы в 2014 году были осенью все же таки. Сейчас мы имеем летом. Тогда были в октябре. Сейчас летом. Поэтому, очевидно, явка должна была бы быть ниже. Но те проценты, которые мы сейчас видим, говорят о том, что в принципе ситуация не настолько плачевная, как она могла бы быть. То есть избиратели заинтересовались в принципе ходом избирательного процесса, конкуренцией между кандидатами, хотя не было такой картины, как она была на президентских выборах, где было черное и белое. Неважно, какую сторону кто как себе представлял. Но в принципе был какой-то нарратив интересный для избирателей. Тут его не было. Много игроков. Кто-то вообще не разбирался. Кто на мажоритарке. Кого представляет. Поэтому были факторы, которые могли повлиять на то, что избиратель не заинтересовался. В принципе, мы видим, что это не подтвердилось. Сейчас не подтвердилось. Посмотрим, как завершится. Как, кстати, избиратель почувствовал свою важность и свою ответственность за вот этот результат? Ну, хочется верить, что он почувствовал. Потому что многие начали говорить о том, что вот президентские выборы показали о том, что все-таки избиратель и выборы избиратель каждый голос что-то решает. Ну, мне кажется, что сейчас выборы все-таки были такие, что было из кого выбирать. У нас традиционная такая карма, что выбираем меньшее зло. Сейчас мне кажется, что для избирателя это субъективно, конечно, может не столько экспертная оценка, сколько такая субъективная. Для избирателя были несколько вариантов, которые были одинаково для него предпочтительные, скажем так, или одинаково важные, одинаковую ценность имели. Поэтому тут есть элемент ответственности, что ты все-таки понимаешь, что есть демократический процесс. Если ты имеешь выбор не меньшее зло, а выбор между вот этот вот на него свои, или у нее свои плюсы и минусы, а в этого свои. И если говорить о мажоритарке, например, в мажоритарных округах, конкуренция очень большая. В многих округах конкурируют... Ну, 6 тысяч кандидатов. Да. И в многих округах равноценно претендовали на победу не один, не два, там, как традиционно, или один с отрывами, и другие гонятся за ним, а 3-4 кандидата. Это, конечно, ответственно, если ты не придешь, то ты на много что влияешь. Не просто на какого-то одного победителя, а ты можешь определить, кто с четверки, например, станет депутатом. Поэтому хорошо, что... Я так надеюсь, что вы, избиратели, также видели эту ситуацию и также ли себя понимали. Если вернуться к партиям, ну, к партиям, да, 22, по сути, партии, это много или мало вообще для выборов в Украине? Как вы расцениваете это? Всегда все апеллируют, к примеру, Соединенных Штатов, две партии, да, или там... Ну, там есть не две, но, в принципе, все понимают. Да, в вопросе было заложено. Да, поэтому, как бы, две это хорошо, а все, что больше, это плохо. Часто так понимается. Или, там, берем, возьмем Великую Британию, тоже три партии, скажем так. Поэтому это много, да, но для постсоветских стран это, в принципе, не есть, это нормальная ситуация. В принципе, мы видим тенденцию после государственного финансирования партии, когда введена эта процедура, тенденцию, что все-таки происходит некоторая структуризация. И мне кажется, что даже с этих 22 партий мы понимаем, что у нас есть какой-то такой уже 10 партий, которые реально в долгую могут играть и которые не будут, скажем так, проектами, которые исчезнут после этих выборов. Многие партии рассчитывают не только на победу, но и на государственное финансирование, а для этого достаточно будет 2% голосов, а не 5, чтобы попасть в Верховный Совет. То есть сейчас будет действовать такая процедура, что партии, которые получат 2% голосов избирателей, получат государственное финансирование, даже не попадя в парламент. Поэтому многие партии тоже на это рассчитывают, а раз они на это рассчитывают, значит, они видят какое-то партийное строительство после выборов, и мы можем рассчитывать, что все-таки у нас не останется. То есть сценарий, когда у нас останется 5 партий, он маловероятный. Я думаю, что 10 партий у нас реально будут с государственным финансированием, с представительством в парламенте. Зачем было принято вообще такое решение касаемо финансирования? Теперь же мы понимаем прекрасно, что каждый, почувствовав этот запах денег, может, скажем так, попробовать свои силы и пытаться. Что это дает? Это дало государству больше контроля за партиями. Скажем так, когда не было государственного финансирования, по демократическим стандартам государство не должно влиять на партии или каким-то способом контролировать их, потому что это автономные структуры, это как общественные организации. Люди организовали себе партии, они хотят получить какие-то места у власти, и государство не должно за этим следить. Но когда государство дает финансирование, и это практика европейская, международная, это альтернатива теневому финансированию, которое идет, скажем, от олигархов, если в случае с такими странами... Но это же еще одна статья затрат. Да, но демократия стоит дорого. Демократия стоит дорого, можно отказаться от этого. Мы видим... Я не скажу, что авторитаризм дешевле, если посмотреть на Беларусь или другие страны, скажем так, которые имеют такие характеристики. Но, в принципе, мне кажется, это правильный был шаг, и мы получим все-таки более зрелые партийные структуры. Плюс нужно понимать, что других механизмов влияния на власть, кроме партий, нет. И эти партии не имеют доверия населению. Никто не будет давать деньги партиям. Если они умрут, тогда не будет других механизмов. Люди сами не могут себе представлять, там, 40 миллионов граждан. А с другой стороны появляется, знаете, такая возможность для государства манипулирования этими же партиями, понимаете, вот с этой стороны. Ну, создавать, скажем так, себе такую, вокруг себя поле конкуренции, которое не будет мешать при этом побеждать там на следующих выборах, к примеру. Ну, мне тяжело сказать, позволят ли партийные структуры с собой манипулировать. Деньги могут все. Они станут более прозрачными, да. То есть, если ты прозрачный, тебе нечего бояться, что кто-то это использует против тебя, потому что у тебя все открыто. Вот эти деньги пришли. Даже если нет богатого человека или олигарха, который... Но при этом есть какой-то запрет на получение денег, допустим, со стороны каких-то там частных предпринимателей, частных лиц при финансировании со стороны государства? Есть свои ограничения, но тут есть ограничения на деньги за рубежа, например. Но тут важно, что в ситуации, когда есть государственное финансирование, контроль за партиями, мы понимаем, от кого пришли эти деньги. То есть он усиливается. Мы просто будем знать, что это за человек или что это за организация. Александр, возвращаемся к нашим выборам. Я хотел бы с вами поговорить о явке по областям. Сейчас вот пока мы наблюдаем по явке, лидирует Донецкая и Луганская области, лидирует Кировоградская область. Скажем так, Западная Украина немножечко отстает. В чем сейчас заключается вот эта проблема отставания, допустим, Закарпатья? Вот я слышал Черновицкая область, Ивано-Франковская область идет определенное отставание. Они же всегда были, знаете, такими активными гражданами в этом вопросе. Они пошли в церковь, если просто ответить. То есть фактор религии, он имеет свое значение, свою роль. Это ситуация, которая была также на президентских выборах и на парламентских выборах, когда в первой половине дня в западных областях Украины была меньше явка, потому что люди традиционно, есть такая практика, которая более себя проявляет, скажем так, в западной Украине ходить утром в церковь и после церкови уже собираться возле избирательных участков, идти голосовать. Поэтому в западной Украине этот процесс начинается, по сути, с 11 или 12 часов дня. То есть, грубо говоря, сейчас в эти часы, в эти минуты у нас меняется состояние, вы знаете, вот этот процент области, посещаемость. Эта ситуация была такая же на президентских выборах. Много тогда уже призабыли эту тенденцию, много людей удивлялось, почему такая низкая явка. Но потом все стало на свои места. Я думаю, что сейчас такая же ситуация. Давайте поговорим о нарушениях, которые уже были зафиксированы, потому что полиция, скажем так, получает уже сотни этих заявлений, скажем так, уже, наверное, за тысячу перевалило, потому что последние цифры, мы не успеваем даже обновлять эту информацию. Что ваша гражданская организация зафиксировала, и что из этих нарушений, по вашему мнению, а может быть и согласно законодательству, являются самыми такими, ну, скажем так, вопиющими случаями? Я даже прочитал в информационных сообщениях СМИ, что эти выборы очень скучные. День голосования я удивился. Ну, в принципе, да, они скучные с точки зрения... Зато предвыборный период был нескучным. Точно не скучные, может быть, они скучные с точки зрения каких-то... То есть у нас завышенные ожидания фальсификации, скажем так. Если их нет, если нет карусели, если нет каких-то потасовок, конфликтов возле избирательных участков, для всех перестает быть скучно, стает скучно. На самом деле есть ряд проблем, они не такие, которые повлияют на исход выборов или негативно повлияют на исход выборов, но это все те же проблемы, процедурные проблемы, причина которых или в некомпетентности членов избирательных участков, или в низком уровне компетентности самых избирателей. Самая основная проблема, мы ведем статистику нарушений, то есть у нас репрезентативное количество участков покрыто. Если мы видим статистику, например, вбрасывание бюллетеня, там 10%, то это 10%, которые относятся к всей Украине, да, то есть это не наших 10%, а репрезентативных. Поэтому, если говорить о статистике, наиболее частым нарушением, которое мы фиксируем в день голосования, это попытки выдачи бюллетеня без паспорта гражданина Украины, то есть или попытки проголосовать за другого человека. Это постоянно происходит на всех последних выборах, особенно в селах, когда люди все-всех знают и хотят проголосовать просто на том основании, что я могу там за жену или за мужа. Просто ты же меня знаешь, ну я же голосую тут на этом участке каждый год. То есть если это населенный пункт, то там каждый в принципе друг друга знает. Чем меньше населенный пункт, тем таких примеров больше. И если нет фактора присутствия там абсолютно независимых каких-то наблюдателей, скажем, даже наблюдатели от партии, это люди с села, это люди с этого населенного пункта, они тоже один другого знают и между собой, скажем, толерируют такие нарушения. Поэтому факт присутствия, он влияет. Немножко количество таких нарушений уменьшилось по сравнению с предыдущими выборами, но это основное нарушение. Кроме этого, есть факты фотографирования бюллетеней. Их меньше, чем это было на президентских выборах, когда даже теперь президент не фотографировал, но демонстрировал свой бюллетень, тем самым тайное голосование нарушая, по сути. То есть это такие типичные ситуации наиболее частые. Меньшие ситуации, которые проявляются, скажем, в недопущении наблюдателей на избирательные участки, они, в принципе, решаются через коммуникацию с национальной полицией. А вот эта ситуация, которая произошла с протоколами, уже заполненные протоколы, в двух словах опишите, насколько это криминальное правонарушение? Да, это серьезная проблема, это тоже мы расцениваем более, еще ситуацию изучаем, но сейчас можем сказать... Напомните зрителю, что это за ситуация. Да, то есть ситуация какая, что есть протоколы про подсчет голосов, и эти протоколы должны заполняться в момент, когда уже завершилось голосование, после 8 часов вечера, вносятся туда информации про субъекты избирательного процесса, и также вносятся данные, данные результатов подсчета. Нельзя, то есть это прямо в законе, закон не позволяет заполнять протокол во время или до начала голосования на этой комиссии, это в Донецкой области, если я не ошибаюсь, было, члены избирательного участка заполнили протокол еще в субботу. Внесли все данные, и это да, это фальсификация избирательной документации, это криминальная ответственность, серьезная, кстати, криминальная ответственность. А Одесская область, Белгород-Днестровский? Да, спасибо, да. Одесская область, Белгород-Днестровский, то есть это серьезная криминальная ответственность, и, к счастью, этот факт стал известен, и это правонарушение было, по сути, исправлено ситуацией, то есть избиратели будут голосовать, и протоколы будут нормальные, уже незаполненные, и по этому факту ведется расследование. Александр, есть еще одно, вот буквально за несколько минут до выборов, ну, скажем так, показали эти данные, в Авдеевке Донецкой области зафиксировали ручки с исчезающими чернилами, то есть, ну, знаете, много говорили о такой технологии, время от времени она где-то всплывает, и вот сейчас всплыла в Авдеевке, в Донецкой области. Насколько это можно правонарушение квалифицировать как криминальное или некриминальное? Ну, это тяжело, скажем, такие факты выявить, да, то есть, если есть контроль, взаимный контроль на избирательном участке, на этапе, когда идет подсчет голосов, можно увидеть, что есть какие-то бюллетени, которые не заполнены, да, то есть, если они есть такие, они отдельно считаются. То есть, это уже вопрос к наблюдателям, скажем так. Да, к членам даже избирательного участка и к наблюдателям, то есть, ну, если, условно говоря, если ты... То есть, они должны следить за тем, ну, вдруг появятся... Конечно, они видят, что есть, там, я не знаю, 100 бюллетней без любых знаков, и такого не может быть, потому что, ну, маловероятно, что люди не проголосовали, да, то есть, может, несколько бюллетеней, поэтому, если мы видим это, мы можем подозревать, что, может, это был вот такой случай, когда чернила... Александр, у нас остается буквально 30 секунд. Я хотел бы, чтобы, имея те факты уже, которые вы сейчас, о которых вы сейчас знаете о нарушениях, есть ли уже поводы, или могут быть ли сейчас поводы говорить о том, что выборы могут быть признаны нелегитимными? Есть ли уже такие кричущие факты нарушения? Мне кажется, что нет у нас таких оснований, то есть, действительно, выборы происходили в соответствии законодательством, те нарушения, которые имели место, они больше, они связаны в первую очередь с законодательной базой, которая не очень хорошо разработана в части регулированной агитации, например. Александр, благодарю, да, нужно заканчивать эфиры. Спасибо вам. Гостем был аналитик гражданской сети «Опора» Александр Неберекут, я Евгений Огарков, прощаюсь с вами, до новых встреч на ЮЭТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!